Добрый день! Вас приветствует Вести Хакаси на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина. Я коротко расскажу о главных событиях к этому часу. Группа спасателей из Абакана и Красноярского края, общей численностью 23 человека, направлена на Дальний Восток в зону затопления. Основное снаряжение, которое берет с собой группа – лодки. Спасатели займутся эвакуацией жителей из опасной зоны, доставкой продуктов и медикаментов, патрулированием и охраной затопленных населенных пунктов, а также осмотром состояния дамб и других защитных сооружений. Пока точно неизвестно, в какой именно район будет дислоцирован спасотряд. Это будет зависеть от оперативной обстановки и дальнейшего распространения паводковых вод. По последним данным, на Дальнем Востоке в борьбе с паводком сосредоточена группировка общей численностью 30 тысяч человек и 5000 единиц различной техники. МЧС России продолжает наращивать силы в зоне бедствия за счет привлечения специалистов и техники из всех регионов страны. Кроме того, МЧС России по Хакасии ведет сбор питьевой бутилированной воды для пострадавших от наводнения. Сейчас чистая вода – самая востребованная помощь. Хакасия должна направить 20 тонн. За прошедшие выходные удалось собрать чуть более половины – 11 тонн. Предприниматели и организации Хакасии могут оказать посильную гуманитарную помощь пострадавшему региону. Рабочая неделя для одного из жителей Абакана началась сегодня совсем нерадостно. Судебные приставы арестовали у него автомобиль за долг перед пенсионным фондом в 10 тысяч рублей. Константин Кравцов выехал в рейд с исполнителями и узнал, сколько же еще автомобилей необходимо изъять у незадачливых должников. Цифра поражает. Сон жильцов этого дома сегодня в седьмом часу утра прервали судебные приставы. Согласно исполнительным листам, здесь живут два должника. В дверях появляется их мать, которая, видимо, и не в курсе, что дети в черном списке. У дочери вашей. Сколько? 60. За что? Страховые взносы. За что страховые взносы? Ну, она предпринимателем является. Страховые взносы неуплачены в пенсионный фонд. Девушке сегодня не оказалось дома, но вопросы у исполнителей возникли и к ее брату Василию. Мужчина также задолжал в пенсионный 10 тысяч рублей, но пустив в ход невинный взгляд, сказал, что не знал об этом. Буду платить, а что сделать? Почта. Ознакомлен, фамилия не салат. А почему вы не знали, что долг у вас? Ну, как считаете? Письма, видите, говорят, не приходили. Ну, два года у вас долг этот уже. То есть с 11-го года вы задолжали. Так или иначе, но Василий теперь пешеход. Исполнители арестовали его машину, пока не погасит долг. Я вам сказал, нету его здесь такого. Он не проживает здесь. А, не проживает. Я не знаю, где он проживает. Давайте без меня возьмемся, что не проживает. Мне не надо никаких объяснений. Он не живет. Вы его родители, да? Да. А где проживает? Не знаю, где он проживает. Горой за сына должника встал и этот человек, отказавшись наотрез общаться с исполнителями, в итоге просто хлопнул дверью. Но, как оказалось, расплатиться по долгам в несколько десятков тысяч рублей его сыну все же придется. Не деньгами, так опять же машиной. Вынесем принудительный привод. Принудительный привод, если не удастся осуществить, будем объявлять машину в розыск. Как только розыск ее найдет, сразу будет арестовано. Вместе с этим исполнители приводят неутешительные цифры. Только по Абакану арестовать за долги необходимо не одну тысячу авто. На сегодняшний день большое количество транспортных средств, более двух тысяч, которые подлежат обязательному аресту, так как сумма долга превышает 30 тысяч. Это в пользу физических и юридических лиц. Приставы также добавляют, чтобы их визит не стал неожиданностью, стоит вовремя платить по счетам. Также можно узнать, есть ли у вас долг на портале в интернете. Вот адрес. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Хакасия наравне с Москвой, Татарстаном и Тюменью вошла в число самых социально благополучных регионов России. Первыми в рейтинге среди наиболее благополучных территорий шесть субъектов России. Ямал-Анининский автономный округ, Тюменская область, Татарстан, Белгородская область, Башкирия и Бурятия. Чуть ниже стоят Кемеровская область, Тува, Алтай и Хакасия. Жители регионов просили ответить на четыре вопроса. Довольны или недовольны положением дел в регионе? Как вам кажется, ситуация в регионе улучшается, ухудшается или практически не меняется? Замечают или нет вокруг себя недовольство людей руководством региона? И допускают или исключают для себя возможность принять участие в каких-либо акциях протеста? Сегодня состоялась встреча главы Республики Виктора Зимина с руководством компании «Русский уголь». Обсуждались вопросы взаимного сотрудничества. В частности, эта компания готова выступить одним из инвесторов строительства спорткомплекса в Устебаканском районе. Договоренность об этом была достигнута еще в июне на встрече Виктора Зимина с председателем Совета директоров «Русского угля» Михаилом Гуцериевым. Сегодня для детального изучения вопросов в Хакасию прибыл генеральный директор компании «Билан Ужахов». Участие разреза степного или компания «Русского угля» в строительстве спорткомплекса в Устебаканском районе, оно для вас, вы считаетесь практически градообразующим для этого района. Я бы хотел, чтобы вы это почувствовали на себе. Работы на спорткомплексе начались еще в прошлом году. К площадке подведены инженерные коммуникации. Его общая стоимость превышает 100 миллионов рублей. В двухэтажном комплексе будут работать три спортивных зала. Если вопрос с финансированием решится, то сдача объекта вполне реальна в 2014 году. Второй вопрос, который обсуждался на встрече с губернатором, это регистрация на территории района торгового дома «Русского угля», чтобы часть налогов компании оставалась в Усть-Абакане. Мы подтверждаем дополнительные инвестиции в регион на строительство спорткомплекса в Усть-Абаканском районе. Инвестиции будут порядка 30 миллионов. Что касается регистрации торгового дома, активно прорабатывается этот вопрос. С момента трагедии, унесшей жизни 75 человек на Саяно-Шушинской ГЭС, прошло ровно 4 года. В 8 часов 15 минут, время аварии, сотрудники станции почтили память коллег минутой молчания. Поминальные мероприятия прошли также на кладбище и в поселке Гидроэнергетиков. Репортаж Ольги Стельмах. Могилы с одной на всех датой 17 августа 2009 года. Здесь на Устьском кладбище похоронены практически все 75 человек. Жертва аварии на Саяно-Шушинской ГЭС. В черный для Хакасии день не стала и младшей дочери Анатолия Кутепова. Елене было всего 22 года. Недавно вышла замуж, шарвалась жить самостоятельно, устроилась мыть полы на станцию, а через 4 месяца готовилась стать матерью. Погибла, беременненькая, взошел уже 6 месяц, уже пол был определен, уже должен быть венок. На 315 отметке нашли ее. Уже второй поток, уже в последнюю очередь нашли ее под плитой. Это было, когда все откачали, все это раздолбили, вот под плитой нашли. Все раздавлено. Они, условно, не забываются. За теми трагическими событиями 4 года назад без преувеличения следил весь мир. Чужие люди вместе с родными и близкими переживали и до последнего надеялись найти хоть кого-то в живых. В храме, построенном в первую годовщину аварии, прошла божественная литургия. Прихожане в очередной раз просили упокоения погибшим. Поддержать день траура родственников приехал и исполняющий обязанности главы Хакасии. Виктор Азимин выразил свои соболезнования и поблагодарил людей за то, что, несмотря на все потрясения, не уехали из республики. Общая беда объединила ваши семьи в нашу республику. И самое главное, что вы нашли в себе силы жить дальше. Просто жить, трудиться, воспитывать детей, храня в своих сердцах память о тех, кого больше нет с нами. Вечная им память. В этот день погибших в самой страшной аварии в истории российской гидроэнергетики вспоминали и в родном посёлке. С самого утра люди несли цветы к стене памяти. Для небольших по численности черёмушек потеря 75 человек. Четыре года назад обернулась трагедией практически в каждом доме. Сегодня тот день вспоминают без надрыва и слёз. Эта печаль светлая. О тех людях они были замечательные. Сейчас уже растут дети. Уже вот я знаю, что создали новые семьи. И это хорошо. Жизнь-то продолжается. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Продолжение темы аварии на СШГ смотрите сразу после Вестей в рубрике «Интервью». Сегодня в гостях у Алексея Гончаренко будет Николай Третьяков. Один из восьми человек оперативного персонала, которые 17 августа 2009 года добрались до помещения затвора, взломали железную дверь и опустили затворы, закрыв доступ воды в машинное помещение, тем самым предотвратив ещё более серьёзные последствия. К другим темам. 27 единиц военной техники получили на вооружение сотрудники МЧС и противопожарной службы Хакасии. Технику пригнали из Красноярского края. Министерство обороны России обновляет автомобильный парк. Старый транспорт передаётся для работы регионам. Первыми введения спасателей Хакасии были переданы бензовозы. Скоро их направят в районы на подмогу добровольным пожарным командам. Здесь технику переоборудуют в цистерны, которые пригодятся для тушения огня в отдалённых сёлах. Кстати, эти машины не единственные, которые Минобороны передаст спасателям Хакасии. До конца года из Ачинска прибудут полевые кухни и цистерны для воды. В Хакасии в последнее время, судя по всему, огромную популярность набирают автоквесты. Это игра, правила которой сначала кажутся предельно простыми. Ездишь по городу на автомобиле со своей командой, отгадываешь загадки и выполняешь задания. Впрочем, Константин Кравцов лично убедился, всё-таки играть в автоквест не так и легко, но интересно. Заданий у нас всего пять. Прохождение будет штурмовое. То есть все задания, все загадки вы получите от Натемина. В этой игре ноутбук хоть и важная вещь, но играть в виртуальные игры эти ребята не будут. Сюда от организаторов приходят реальные задания, которые нужно выполнить, опередив соперника. Всего в автоквесте под названием «Время движения» участвуют шесть команд, в основном студенты. Делать нечего летом. Надо же как-то развлекаться и выигрывать в кубке. Итак, по машинам. Задание получено. Первая цель – парк Орлёнок и его посетители. Нам нужно устроить танцевальный флешмоб просто с горожанами. То есть собрать их и станцевать что-то зажигательное. И сфотом. Искать желающих встряхнуться и поднять себе настроение долго не пришлось. Пляшем, пляшем, пляшем! Пошли! Выполнив первое задание и не теряя времени, команда студентов с загадочным названием «Мидгард» обсуждает дальнейшее действие. Нужно найти агента, который отзовется на услышанный нами пароль. То есть приехать и что, и сказать этот пароль? Им нужно выполнить то, что нам этот агент скажет. Чтобы запутать экипажи, организаторы разбросали локации по всему городу. На преодоление маршрута потребуется не один час. На каждом месте командам для прохождения нужно выполнить некоторые действия. Именно здесь нужно провести некий физический эксперимент для подтверждения определенных теорий. Команды сейчас вам все это продемонстрируют. И привлечь горожан, которые еще не знают о том, что существуют подобные мероприятия. Я думаю, те, кто все-таки станет ее участниками, даже независимо от своего желания, потому что молодежь бегает и как-то начинает задействовать всех прохожих. Я думаю, всем будет приятно и многие получат положительные эмоции. По пути квеста ребята показали умение водить машину и блеснули эрудицией. Но победа, признаются участники, здесь не главное. Главное – собрались вместе. Активно и весело провели время. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. Сегодня в Абакане на один сквер стало больше. В районе Гавань завершилось строительство зоны отдыха для местных жителей с детским названием «Медвежонок». Сквер разместили на пересечении улиц Тараса Шевченко и павших коммунаров. В районе здания вечерней школы. Когда встал вопрос о строительстве парковой зоны, архитекторы города долго искали место. В районе Гавань в основном частный сектор, и свободных территорий практически нет. Тогда было принято решение использовать пустырь возле школы. Еще прошлым летом здесь были гаражи, бурьян и свалка. Сегодня фонтан, место для отдыха и прогулок. И пока единственные в городе спортивные тренажеры под открытым небом. Жители района Гавань стали первыми обладателями уличных тренажеров. Но уже на этой неделе откроется сквер имени Ивана Ярыгина на одноименной улице. Там весь комплекс будет посвящен олимпийской тематике. И спортивные тренажеры обязательно будут. Благоустройство города – это, конечно, очень важная позиция в работе городской власти, но не самое главное. Все-таки основные усилия и основные финансовые затраты, трудозатраты – это строительство новых социально значимых объектов в городе, это дорожное строительство. Ну а на виду и приятно радует глаз, конечно, вот такие элементы, элементы благоустройства. Это все новости к этому часу. Сразу после вестей смотрите рубрику «Интервью» с Алексеем Гончаренко. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова